Современные ученые утверждают, что человеческий мозг не способен делать две вещи одновременно. Я — живой пример того, что они ошибаются. Мой мозг выполняет 12-14 параллельных задач постоянно. Интеллект — это только поверхностный аспект. Это наружный слой в огромном объеме разума, который делает нас теми, кто мы есть. Если посмотреть на эволюционные измерения жизни на этой планете, почему в этом мире доминирует человек, хотя физически мы слабее других существ на планете? Просто потому, что в каком-то смысле мы стали более компетентными, чем другие. Компетентность человека значительно снижается, когда нет четкого разграничения между тем, что такое память, воображение, сон и бодрствование. В уме существуют пять главных точек восприятия. К ним относятся центры памяти, воображение, верного восприятия, искажения и сна. Если вы практикуете классическую йогу, эти пять измерений будут четко разделены в вашем опыте. Если разделений нет, то когда вы хотите что-то вспомнить, воображение искажает вашу память. Когда вы хотите включить воображение, ваша память будет сдерживать вас. Когда вы захотите спать, вам будут сниться сны. Когда вы захотите бодрствовать, вы будете спать. Это приводит к замешательству и неэффективности жизни. Я не говорю про вашу эффективность в профессиональной сфере или в офисе, или где-то еще. Да. Там это тоже проявляется. Но самое главное — неэффективность жизни. Когда я говорю «неэффективность жизни», эта жизнь не будет функционировать настолько бурно и насыщенно, не будет исследовать те многие измерения внутри себя, которые она может исследовать. Эта возможность будет представлена в гораздо меньшей степени, просто потому что в жизненном опыте людей происходит такая неразбериха. Классическая йога в большой степени направлена на создание разделения в этих аспектах. Если вы привнесете такое разделение, вы сможете стать авадхани. В древности было много таких людей, сегодня их немного. Некоторых из них называют «аштавадхани», что означает, что они задействуют восемь видов способностей одновременно. В один момент они могут выполнять восемь различных действий. Например, сочинять стихи, выполнять очень сложную математическую задачу, чувствовать запах духов, определять, что это за запах, пробовать что-то на вкус и высказывать свое мнение насчет этого. Они могут одновременно делать множество вещей, задействуя все пять чувств — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Они могут одновременно выполнять много действий. Если вы можете одновременно выполнять восемь видов действий, вас называют ашта-авадхани. Если вы можете выполнять десять видов действий, вас называют даша-авадхани. Если вы можете выполнять сто видов действий, вас называют шата-авадхани. Если вы можете совершать тысячи действий, вас называют сахасра-авадхани. Сахасра Авадхани очень редки. Говорят, Агасти Муни был Сахасра Авадхани. Он мог делать тысяча восемь вещей одновременно. Так что Авадхани — не просто легенда. Существует множество исторических записей о таких людях. Видьяпати из Андропрадеша был Авадани. Через него в Андропрадеше развилась целая культура Даши Авадани. Даже сегодня в деревнях Андропрадеш довольно много ашта Авадани и Даши Авадани. Сидачандра был Шата Авадани. Он выполнил 100 видов действий под пристальным вниманием двора императора Акбара, за что был удостоен чести и титула Шата Авадани. И в современную эпоху были люди, которые выполняли 100 различных действий. Такие как Рави Чандрубай, джайнист из Гуджрата, который признан Шата Авадани, Тирикурал Рама Канага Субраманием. Был Шодаша Авадани, что означает, он выполнял 16 действий одновременно. Все эти случаи задокументированы, но есть много других Авадани, выходцев из определенных племен, где это практиковалось. Раньше в Индии это было распространено. Люди приходили в деревни и устраивали представление, на котором собиралось несколько сотен человек, и они совершали много действий одновременно, что выглядело сверхъестественным. Это делалось только для того, чтобы продемонстрировать возможности человеческой памяти, потому что человеческая память не ограничивается проявленной памятью, о которой мы говорим. Проявленная память — это всего лишь тонкий слой, остальное — более глубокое измерение. Наше тело хранит в триллион раз больший объем памяти, чем вы можете воспроизвести в своем уме. К сожалению, многие современные ученые утверждают, что человеческий мозг не способен делать две вещи одновременно, что лучше делать только одну вещь за раз. Я — живой пример того, что все они ошибаются. Мой мозг выполняет 12-14 параллельных задач одновременно, постоянно. Выгляжу ли я рассеянным, обеспокоенным или напряженным? Нет. Вы можете выполнять любое количество действий. Вам даже не нужно сознательно обращать на это внимание. Если вы запустите определенную задачу и забудете о ней, она будет выполняться сама по себе. Такова природа человеческого интеллекта. Вы не управляете работой почек, печени или селезенки. Вы не делаете этого. Разве все эти процессы не происходят одновременно? Разве внутри нас нет разума, который способен делать все эти вещи? Просто для большинства людей понятия «человеческий разум» и «интеллект» равнозначны. Интеллект — это только поверхностный аспект. Это наружный слой в огромном объеме разума, который делает нас теми, кто мы есть. Потому что мы созданы изнутри. Весь тот разум, который необходим для создания этого тела, для создания этой жизни, уже присутствует внутри нас. Это не то, что приходит извне. Это существует внутри нас. Вопрос лишь в доступе. Если вы хотите иметь живой разум, если вы хотите существовать как живой разум, вы должны следовать одному. Никогда не формируйте мнений о чем-либо. Это значит, что вы всегда активный разум. Вы видите все таким, как оно есть. Мнение означает, что вы отказались от своей способности познавать. Вы стали категоричными. Ваше впечатление о прошлом перевешивает реальность того, что есть сейчас. Вот что такое мнение. Но, к сожалению, мы создали общество, в котором, если у вас нет своего мнения, вас считают глупым. Но это самое разумное, что вы можете сделать. Не придерживаться никакого мнения. Вы готовы видеть все таким, какое оно есть. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА